19 октября в зале ГЦД прошел творческий вечер, посвященный памяти нашего земляка Михаила Фрэнка. Его организовали друзья, коллеги-единомышленники по творчеству. В этот день Михаилу Ефимовичу исполнилось бы 59 лет. Год назад он скоропостижно ушел из жизни. На вечер пришли люди, с которыми Михаил работал, дружил или просто общался. И у каждого из них нашлись теплые слова, воспоминания. После смерти что остается? Только память. Очень приятно смотреть, встречаться. Но изменить что-то нельзя. Капитан остался в наших сердцах. Михаил Фрэнк был неординарной и многогранной личностью. К нему можно было относиться по-разному, но нельзя было оставаться равнодушным. И даже те, кто не всегда разделял его взгляды, признавали и восхищались его умом и неугомонной энергичностью. Если вспомним, да, может многие помнят, первый конкурс красоты, кто организовал Михаил Ефимович? Первая частная газета, его. А кто не помнит первый телеканал наш частный, Аист, это его. А первые вот эти песни свои, ну сколько были, доморощенные, да, это Ефимовича. А типография первая, пока единственная, которую он мечтал взаиметь, это его. И вот это можно представить. А корабль первый созданный, спущенный на воду, да, как со стапелей, тащил с дома быта и вплоть до водохранилища. Это его надо видеть, да. Вот тут Галя говорил, авантюрист, в высшей мере авантюризма. Ну и тут можно еще вспоминать про него, действительно много вещей. Я вот фотографию у него смотрю сейчас, песни его. Но это память. Конечно, он оставил большую-большую память о себе, о том, что он сделал для города, и еще бы мог бы сделать. Журналист, поэт, музыкант. Первую песню о Десногорске он написал совместно с поэтессой Еленой Дождь и посвятил ее 30-летию нашего города. Вместе они написали 20 песен. В этот день некоторые из них со сцены звучали впервые. У каждого из гостей была своя история дружбы с Михаилом, которой хотелось поделиться в зале. Воспоминания друзей не были грустными, потому что Михаил был энергичным, неутомимым, неистащимым на дерзкие идеи и абсолютно жизнерадостным человеком. Таким его и будут помнить друзья. В городе света, тепла и добра, новая жизнь зарождалась.